Здравствуйте, друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Александр Краев, эксперт Совета Внешней Политики «Украинская призма». Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Сегодня поговорим о том, какого мира на самом деле ждет Путин и на какие жертвы он ради такого мира готов пойти. Ну, или мир в его понимании – это что-то извращенное. Но для начала давайте проведем блиц-интервью, это вопросы наших зрителей. Первый вопрос. Россия может провести теракт на Запорожской АЭС, по вашему мнению? Конечно, может, но ее реакция на атаку на аэродром под Саками показала, что она к такой провокации не готова. Вот это будет потом расширимый, кстати, вопрос, а сейчас давайте дальше. Путин еще мечтает захватить Киев или понимает, что это уже невозможно, мечты не сбудутся? К несчастью, он до сих пор об этом мечтает, но его генералитет, очевидно, понимает, что такой приказ они выполнить не смогут. Поэтому, как минимум во время этого российского вторжения, это точно цель не досягает. Назовите, пожалуйста, три самых важных города для Кремля в Украине. С идеологической точки зрения, это, конечно, Киев, Одесса и Мариуполь. Так как именно эти города, они считают своими, они считают их цивилизационно русскими, и именно на них целилось их основное вторжение. А что можно считать началом проигрыша России, спрашивает зритель? На самом деле, начало проигрыша общее, я считаю, это отступление от Киева, отступление из северной Украины. Второй шаг, как по мне, это как раз атака на военный объект в Крыму, потому что она показала неготовность России к дальнейшей эскалации, но это мы обсудим позже. А Россия оставит Херсон, или оттуда их выбьет украинская армия? Я верю в силу украинских войск, и поэтому я думаю, что Херсон будет взят, украинская армия. Путин жалеет уже, что напал на Украину? Мне кажется, жалость как эмоция не может присутствовать в его эмоциональном интеллекте, или же он просто на нее уже не способен. А так из ИСУ по Крыму, по версии Кремля, это по территории Российской Федерации или нет? На самом деле, как раз в ответе на этот вопрос, и заключается ответ на вопрос, готова ли Россия к дальнейшей эскалации, и самое главное, готова ли она к ядерной войне. Потому что до этого, все месяцы войны до этого, мы слышали то, что Крым это нераздельно Россия. Крым, он уже признан частью Российской Федерации. Были ссылки на ядерную доктрину Российской Федерации, которая четко говорит о том, что атака на территорию Российской Федерации это причина для одностороннего применения ядерного оружия. Однако, теперь мы видим атаку на аэродроф в Крыму. Мы видим, насколько мощная была эта атака, насколько большие повреждения. И ноль реакции. В принципе, мало того, что ноль реакции, попытка списать это там на курение возле хлопка, хлопка, чего угодно, или неправильный перенос топлива, боеприпасов. На самом деле, умолкли и те российские пропагандисты, которые много говорили про Запорожскую АЭС. То есть, по сути, Россия пропустила удар, потому что она сама считает своей территорией, своей исторической территорией. И она никак на это не реагирует. И, как по мне, это как раз показатель того, что все угрозы России про ядерную зиму, про выжженную пустыню, как говорил недавно этот генерал-майор, про возможную эскалацию доядерного конфликта, это действительно был всего лишь блеф. А чем россияне могут ответить? Неужели все-таки каким-то терактом по Запорожской АЭС? Если честно, маловероятно, потому что сами россияне заявляли, что обстрелы Запорожской АЭС, потенциальное ее минирование и так далее, это скорее все из-за украинцев. Что последний обстрел станции – это украинские вооруженные силы. То, что они ее заминировали, это попытка предотвратить теракт со стороны ССУ. То есть, на самом деле, мы не можем откидывать такой шанс, русские могут на это пойти, но смотря на то, как они реагируют на этот обстрел, они скорее попробуют спустить всю тему на тормозах. На самом деле, что они могут сделать, это скорее классическая реакция, они могут усилить в следующие дни обстрелы, они могут поставить опять под угрозу Одессу, они могут усилить обстрелы столицы, но я не думаю, что они пойдут дальше вот этого уровня эскалации. Смотрите, можно сказать, что военная инициатива уже на стороне Украины, и Путин ищет возможность усадить всех за стол переговоров с помощью Эрдогана, например. Какие кровавые доводы для переговоров он может устроить? Ядерная атака против Украины, против страны, с которой Россия хотела, как она говорит, разделаться за три дня, и за неделю там выйти на западные границы, против нас применять ядерное оружие, для российского обывателя, особенно для российских пропагандистов, это звучит как позор. И поэтому, когда мы говорим про ядерный шантаж, это скорее вопрос того, чтобы, как говорят в Кремле, или Запад заставил Украину пойти на определенные уступки, или Запад заставил Украину так или иначе пойти на переговоры. И поэтому, возможно ли такой шантаж? Мы его не можем отрицать. Но мы видим, что позиция Запада, особенно после атаки на Крымский аэродром, стала намного более жесткой. Тут можно взять новую спикерку Белого дома, которая заявила, что США полностью поддерживают сейчас действия Украины. Можно взять Курта Уолкера, который в последнем интервью заявил о том, что в перспективе США в этой войне видят деоккупацию Крыма Украиной и возвращение укупированных территорий. Главный козырь Путина во внутренней украинской ситуации до сих пор остаются эти так называемые псевдореферендумы о присоединении Херсонской и Запорожской областей к России. Что имеется в виду? Мы с вами говорили о ядерной доктрине России, о том, что нападение на территорию Российской Федерации это возможность одностороннего применения ядерного оружия. Если мы говорим про Херсонскую и Запорожскую область, то даже не просто нападение. Наши войска присутствуют на территории этих областей. Мы ведем наступательные бои для освобождения украинских городов. И по сути проведение такого референдума, это попытка будет Москвы, если не заморозить конфликт на долгое время, то спровоцировать Украину на такие действия, которые Россия воспримет как прямую агрессию, что заставит ее активизировать свое наступление, активизировать свое давление, начать там мобилизацию, официально объявить войну, что угодно другое. То есть фактически, если мы говорим про конкретно украинское направление российской дипломатии, то тут ключевая ставка делается как раз на эти референдумы. Я вот читал в российских СМИ информацию, там был опрос, не знаю, насколько ему можно верить, потому что это все-таки российский опрос, но согласно которому 65% россиян поддерживают решение остановить войну в Украине и подписать мирное соглашение. Здесь можно сказать, что Кремль ищет для себя разные пути, правильно? И если вдруг война начнет стремительно проваливаться для Кремля, мы говорим сейчас о стремительном поражении, то вот 65% в принципе люди, которые говорят, ну не получилось, так не получилось, а убитые, ну что ж, бывает, это же война, точнее это же спецоперация, да? А вот можно назвать мне несколько причин, там три или одну главную, почему Кремль начал вот прощупывать этот вот момент заканчивания войны? Первая причина – это невозможность добиться полноценного успеха. То есть это то, что мои коллеги, особенно военные аналитики, отмечали в последние недели, в том числе, кстати, американские аналитики, что у Кремля встает вопрос не просто о том, продолжать наступление или нет, у него стоит вопрос, на каком из двух направлений нам вообще нужны силы. То есть как только ЗСУ перешло в контрнаступление на Херсон, американские аналитики отметили, что на 75% уменьшилось количество артобстрелов на востоке Украины. По сути, а, русским не хватает снарядов, б, русским не хватает просто частей, просто не хватает людей, чтобы поддерживать два театра боевых действий. Поэтому, когда складывается такое состояние на фронтах, ну действительно нужно иметь план Б. Нужно понимать, что если есть хоть какая-то вероятность того, что мы не удержим фронт, нужно готовить какие-то пути отступления, что Москва, собственно, и делает. Это во-первых. Во-вторых, мы видим, что санкционное турне не останавливается. Несмотря на позицию венгров, несмотря на позицию некоторых немецких политиков, несмотря на общую такую забюрократизованность многих процессов, Европа готовится к зиме без российской энергетики. Европа находит альтернативные пути поставок. Европа ближе сотрудничает с США, с Японией, с Норвегией, с Ближним Востоком, с краинами Персидского залива. И так иначе россияне начинают чувствовать влияние от санкций. Что бы они там ни говорили, какой бы у них не был золотовалютный запас, но на войну в Украине уже по разным подсчетам потрачено от 55 до 85 миллиардов долларов. И в основном эти деньги идут как раз на те компоненты, которые россиянам сейчас сложно будут заменить. Это ракеты, это высокоточное оружие, это бронетехника. И поэтому они понимают, ну, со всем их пылом и жаром, желанием восстановить там русский мир и все что угодно, все-таки у них есть, к несчастью, адекватные главнокомандующие, которые понимают, что они не смогут продолжать эту войну в таком же темпе, с такими ограниченными ресурсами. И потому они все-таки должны готовить себе запасной аэродром. Ну и третья причина, все-таки поддержка Запада и та западная риторика, о которой мы с вами говорили, что Украина будет возвращать территорию, Украина должна возвращать территорию. Все-таки это начинает работать, все-таки это работает и на Россию в том числе. И потому они, опять-таки, рассматривают все возможные сценарии. Хорошо, а можете нам объяснить, что такое мир Путина? Изменились его цели? Или мир Путина это до сих пор отжать территорию и сказать, ну, это теперь мое? Опять-таки, как мы с вами говорили, русские постоянно оставляют себе несколько вариантов действия. У них постоянно есть вариативная вилка того, что они могут сделать. И, по сути, у них всегда есть план максимум, план минимум и реалистичный план. В этом случае план максимум, конечно, был выйти на линию Днепра, условно говоря, сместить Зеленского, изменить режим, поставить пророссийское правительство и, опять-таки, включить Украину в свою сферу влияния, закрыть дорогу на Запад и так далее. План минимум, очевидно, это было то, что они сейчас пытаются воплотить. То есть, вывести террористические организации ЛДНР на границе, соответственно, Луганской и Донецкой областей Украины и по возможности сохранить, суходольный коридор в Крым. И так иначе зацементировать свою власть на полуострове. Поэтому, какой был изначальный план? Мне кажется, судя по тому, как мыслят россияне, судя по тому, как они видят себя, как они недооценили Украину и как они переоценили свои возможности, они действительно целились на план максимум. Сейчас же очень много делается для того, чтобы воплотить как раз вот этот план минимум. То есть, закрепиться на территориях, которые они смогли оккупировать, то есть, выйти на определенные границы того, что они называют ЛДНР, зацементировать проход в Крым и, в общем и целом, опять ввести Украину в затяжной конфликт, фактически замороженный территориальный спор, который усложнит нам жизнь и во внешней политике, в том числе, на долгие годы. Я читал, не знаю, точнее, не читал, смотрел интервью женщины, которая «Россия сидевшая», кажется, называется, и вот она подтверждает, что лично повар Путина Пригожин летал на вертолете по колониям, лично вербуя заключенных. Вот лично. Это что означает? Это Пригожин хочет как-то выслужиться перед Путиным или все настолько плохо, что простые вербовщики не справляются с задачей зэков втянуть в эту войну? Пригожин – это именно тот человек, который обещал Путину золотые горы. Это один из тех людей, наравне с Корниенко, наравне с Патрушевым, он был третьим, кто поддерживал в Путине идею про то, что да, в Украине 20% пророссийского населения, что тут русских солдат будут встречать с цветами, караваями и чем угодно еще. То есть он был один из тех, кому это вторжение было максимально выгодным, он был один из тех, кому Путин максимально доверяет, и сейчас именно с точки зрения Путина из-за него идет провал всего, что случилось. То есть он, по сути, один из тех, кто втянул Путина во всю эту авантюру. То есть это получается, что сейчас Пригожин пытается в бане прикрыться веником, да, я так понимаю? Да, то есть он пытается не стать крайним. Он пытается не стать тем, на кого повесят всех собак, и кого потом будут обвинять в провале вторжения. Потому что Путин начнет искать виновных. Рано или поздно, это будет сейчас, или это будет очень долго после войны, он начнет искать виновных. Он должен разобраться, почему же все случилось. Себя он обвинить не может. Диктаторы так не поступают. Поэтому Пригожин пытается показать бурную деятельность. Это очевидно. Со второй точки зрения, обычные агитаторы действительно уже могут не справляться. Потому что это не первый раз, когда мы слышим новости о том, что действительно из колоний, из иных маргинальных обществ, из самых низов российского социума начинают максимально мобилизировать новых бойцов, новых рекрутов. То есть это уже не первая волна такой мобилизации. То есть, по сути, до этого приезжали обычные агитаторы. До этого приезжали рекрутеры. Забрали определенную часть людей, они не вернулись. И от них нет никаких вестей. Нет новостей о золотых горах, которые ждали их за службу в Украине. Значит, нужны более весомые аргументы. Вот, собственно, Пригожин является таким более весомым аргументом. А что будет Пригожину, когда Путин начнет это разбирательство? Мы можем просто, условно говоря, выделить тех, кто потенциально по той или иной причине может быть виновным. Но, во-первых, у нас есть разведка. У нас есть Патрушев, который миллиарды долларов вливал в местных пророссийских агентов, того же Медведчука, в пророссийские партии, которые так или иначе давали им картинку того, что вот в Украине гигантский пророссийский электорат, и все будет хорошо. У нас есть Корниенко, тот, который ответственный за информационную составляющую, тот, который поддерживал слова Патрушева и также рисовал отличные проценты возможной встречи с цветами российских солдат. С другой стороны, у нас есть Шойгу, Шойгу, точнее, который также говорил о том, что вторая армия мира за три дня до Киева, за неделю до Львова, за два месяца до Ла-Манша. Как видим, 160-й, 170-й скоро день войны, но как-то ни Киева, ни Львова, ни Ла-Манша. Также у нас есть Пригожин, тот, который обещал, что в случае чего именно ЧВК Вагнер будет собой закрывать самые горячие точки, будет минимизировать потери именно россиян, будет создавать красивую картинку побед, но как-то красивой картинки тоже пока не получается. То есть, как минимум, это те люди, которых я могу назвать в первую очередь, но кто из них пойдет на плаху первым в случае чисток, тут, к несчастью, я прогнозировать не могу. Ну, а эта чистка будет кардинальная, то есть, до физического уничтожения, или это просто будет какое-то наказание, типа ссылки, или там, как Дима Медведев, который теперь на стакане прочно сидит, потому что его унизили ниже некуда? Это все зависит от масштаба поражения. То есть, не от масштаба поражения, как мы это анализируем, а от масштаба поражения, как это будет видеться Путину. Мне кажется, что Путину любое отступление в войне против Украины будет казаться просто колоссальным поражением. А потому, так или иначе, уже в зависимости от того, будут ли сопротивляться вот эти названные нам персонажи, будет зависеть то, это будет физическое удаление или просто отдаление от престола. Теперь давайте поговорим о очень важной теме. Вот в Донецке готовится показательный суд над азовцами. Это они так придумали победить фашизм для внутреннего зрителя? Или все-таки это что-то большее, чем просто показуха? Пока что это воспринимается скорее как показуха. То есть, это все началось, если вы помните, с ареста, пленения, точнее, и потом суда над двумя британцами и марокканцами, которым выдвинули обвинения в терроризме, в наемничестве, в чем угодно другом и приговорили к смертной казни. Эта история не приобрела никакого развития. То есть, первая ласточка вот этой информационной войны, борьбы с фашизмом и с наемниками, которые они пытались давить на западную аудиторию, не сыграла. Они хотят продолжать вот эту игру показывать для своей публики, для украинской публики, что для украинской публики это вот смотрите, что с вами будет в плену. К несчастью, мы уже видели все эти ужасные видео из российского плена. Мы слышали истории наших освобожденных бойцов. Это все часть вот этой информационной игры против украинских воинов, против украинского населения. Запугивание, по сути. Для своей аудитории это поддержка мифа о борьбе с нацизмом. О том, что вот как деды воевали, так сейчас, мол, в специальной военной операции наши солдаты доблестные там побеждают фашизм. То есть, им нужно поддержать оба эти нарратива. Украину запугать, своих подбодрить. И показать картинку победы над фашизмом. Посмотрите, мне кажется, еще есть определенная такая хитрость в этих всех действиях. Потому что судят их не в России, где вот по сути АЗОВ признан некой террористической организацией, а в ДНР, которая ничего не признана, нигде не признана. Вот почему так делают? Почему не в России? Ну, чтобы можно было вовремя умыть руки. Плюс, не будем называть, в ДНР АЗОВ был признан террористической организацией. Ну, буквально, если мне не изменяет память, буквально в первый год существования ДНР как террористической организации, они признали АЗОВ сами террористической организацией. То есть, по сути, это нам четко показывает, кого русские могут слить, в случае чего. Получается, ДНР будет козлом отпущения. Они понимают, что если все-таки мы будем воевать до конца, если все-таки мы должны будем ставить жирную точку так называемой истории ДНР-ЛНР, то, значит, это та жертва, на которую они могут пойти. Условно, после уничтожения ЛДНР очень просто будет заявить, ну, вы же понимаете, это все были не российские солдаты, это все были вот эти мошенники из ДНР, мы сами ничего, мол, не знали. То есть, по сути, это опять подготовка запасного аэродрома. Это опять то, что мы с вами говорили. Россия оставляет себе вилку вариантов. Она всегда готовит себе несколько путей действия, несколько путей отступления. Слушайте, если я был такой умный, я бы еще доллар покупал, когда он был по 8. А вот скажите мне, а могут ли осудить специально азовцев для того, чтобы поднять ставки при обмене или при каком-то торге политическом? По сути, да. По сути, они азовцам предают орел мученичества. Они пытаются показать, что, ну, раз они вам так важны, если вы хотите, чтобы мы их не убивали, давайте один к двум обменивать. Или давайте менять даже рядового азовца условно на офицера российской армии. Это действительно, я с вами согласен. Такие действия, они также повышают стоимость этих пленников, они повышают стоимость обмена. И, опять-таки, это тоже возможный сценарий. И, опять-таки, россияне могут как дальше двигаться. Если им нужно будет делать пропаганду, они продолжат это судилище, они его воплотят в жизнь. Если им нужно будет показать отступление, они полностью повесят всех собак на ДНР и скажут, что это только они делали. Если им нужно будет резко поменять большую группу пленных, например, если мы захватим очень важного языка, они используют азовца для этого обмена. А вот еще о пленных, еще об азовцах. К сожалению, такая, ну, в общем, самая неприятная информация. Это Еленовка, да, это колония. А как Россия выкрутится здесь? Тоже все свалит на ДНР? Ну, или все-таки там же они держали пленных? Или как? Ну, пока что мы видим, что россияне не отступают от своей версии про то, что это был удар со стороны Украины. Они четко стоят на этих позициях, хотя все доказательства указывают о внутреннем поджоге, об использовании термобарижских снарядов. Все указывает на то, что это сделали россияне, но они стоят четко на позиции, что это была атака Украины. Поэтому, как мне кажется, если анализировать предыдущие такие события с российской пропагандой, с российской дипломатией в целом, они от этой позиции не отступят. Они с пеной у рта до конца своих дней будут говорить, что это не они, это все украинцы сами сделали. Так мы же сами на себя напали, да, тоже? Да, мы на своей территории, как они говорят, мы на территории Украины, другого государства, напали на Россию, на чужой территории, но это было нападение на территорию России, на чужой территории. А скажите, а почему вообще возникла вот эта ситуация с Еленовкой? Кто-то кому-то что-то, как так сказать, что-то хотел замять? Или это просто вот совершенно случайные действия? Ну, точнее, не совершенно, а садистские действия, которые пытались скрыть? Или все-таки есть какая-то большая причина этого теракта в Еленовке? Мне кажется, тут опять-таки комбинация нескольких факторов. Давайте с вами вспомним, что буквально неделю до этого вскрылось очень много фактов жестокого нечеловеческого обращения с украинскими пленными. Вскрылось очень много видео, очень много информации и даже очень много свидетельств очевидцев. Кроме того, именно в этот момент мы увидели дискредитацию, по сути, международных организаций. Ну, Еленовка это стал венец этой дискредитации, но мы также увидели, что многие организации, которые должны были быть ответственны за это, ну, в Еленовке, там, например, Красный Крест снял себе ответственность. До этого очень много было претензий к ООН, который ничего не делал для того, чтобы проверять. Не было ни одной инспекции, не было ни одного отчета, ни одного заверения в том, что будет безопасно нашим пленам находиться в российском содержании. То есть, и понятно было, россиянам стало понятно, что так или иначе внимание к этому вопросу усиливается, и было понятно, что рано или поздно вскроются еще больше деталей. И действительно, это было определенное заметание следов. Если придерживаться теории о том, что это целенаправленная информационная акция, то, опять-таки, вся вот эта неделя с многими раскрытиями фактов жестокости к нашим пленам, которая финализировалась Еленовкой, это, по сути, часть пропагандистской акции России по запугиванию украинского населения, по запугиванию потенциальных рекрутов, по запугиванию украинских солдат на передовой, о том, что русские вот так себя ведут в плену, русские в плен, по сути, не берут, русские уничтожают. А не кажется, что это сыграло наоборот? Ну, вот, понимаете, российские пропагандисты, российские информационщики, то есть мои прямые оппоненты, по сути, работают по лекалам, если не начало прошлого века, то приблизительно века 19-го, когда такое запугивание было практически постоянной частью информационной войны. И когда такое запугивание очень часто работало. Ну, просто потому, что плохие новости распространялись очень быстро, а реакция на них распространялась намного медленнее. Сейчас же они, первое, опять-таки, недооценили украинцев, второе, переоценили информационную свои возможности и свое покрытие информационное, и в-третьих, недооценили возможность украинских информационных сил сопротивления и того, как этот нарратив легко было перебить. Поэтому инструмент у них проверенный и работающий. Но только с украинцами он действительно не сработал. Вот один из наших зрителей интересуется. Россияне реально верят, что в Украине процветает фашизм? К несчастью, да. И к несчастью, это будет главной нашей проблемой после победы. Нам придется перековать целое поколение наших соседей. Что может убедить их в обратном, интересуется тот же зритель? Очень сложный вопрос, потому что последний раз, когда мы проводили такую информационную операцию по перековыванию населения в чем-то убежденном, это заняло больше 40 лет. И это было в Германии, когда пришлось буквально выращивать новое поколение ненацистов. Тут нам придется выращивать новое поколение нерашистов. Сколько лет после нашей победы еще просуществует вражда между народами Украины и России? Я боюсь, что это вопрос цивилизационного характера. Потому что российская цивилизация как таковая, как имперская сама в себе, не мыслит себя с наличием независимой Украины. Украина в их понимании это то, что составляет в себе историю России как государства. А потому, к несчастью, пока Россия существует в современной своей формации, вражда не прекратится. И вот как раз вопрос подходит очень следующий. Победа Украины изменит Россию? Она начнет этот процесс изменений. Победа Украины станет краевольным камнем того, что можно будет назвать лет через 200 рождением новой России. Продолжите фразу. Россия проиграет войну, когда... Россия проиграет войну, когда Украина ее выиграет. На самом деле, это вот настолько просто. Потому что общество российское не изменится без нашей победы. Смерть Путина не изменит российского режима. И все зависит буквально от того, сможем ли мы самих россиян победить. Давайте так говорить. Когда мы сможем победить. Продолжите фразу. Путин потеряет власть, когда... Когда не сможет платить своим ключам власти. Ключи власти это олигархи, военные и медийщики. Как только у него закончатся деньги для этих людей, он потеряет власть. Так там тоже бабло побеждает зло? Абсолютно. Такие режимы держатся только на том, что глава режима распределяет потоки между теми, кто его обеспечивает властью. Как это называется? У них там общак, да? По сути, да. По сути, да. И продолжите фразу. Для меня победа Украины в войне с Россией это? Это цель моей всей работы. Во многом цель сейчас в моей жизни. Большое вам спасибо за интервью. Будем надеяться, что россиян таких, которые начнут открывать свои рты, станет гораздо больше. Продолжение следует...